Спасибо! Я тут же пошел в магазин, к сожалению, в тот момент версии с i7 процессором не было, поэтому я взял с процессором i5, но в принципе я вполне доволен Так как ноутбук для меня является основным рабочим инструментом, я подходил к его выбору довольно-таки осознанно, я долго выбирал Я рассматривал даже такой аппарат, как MacBook, но увидев его цену, честно сказать, прифигел Потому что, как я и сказал, ноутбук для меня является в первую очередь рабочим инструментом Поэтому он со мной ездит в различные места, я его постоянно таскаю на различные мероприятия Он у меня лежит дома, он лежит у меня на столе, он лежит у меня на работе и еще непонятно где Соответственно, в процессе работы возникает различная неприятность, например, вот здесь возникли сколы, появились Также есть небольшие повреждения здесь, это всего лишь за год эксплуатации И если бы я купил бы MacBook стоимостью в 200 тысяч рублей, я бы переживал Естественно, я пытаюсь эксплуатировать ноутбук максимально бережно, но, сами понимаете, это рабочий инструмент Опять-таки, вам известна моя репутация, при которой я могу сломать все, что угодно Почти любой телефон, любой ноутбук или любую другую штуку Дайте мне два текстановых шарика в бункере, я их один сломаю, второй потеряю Ну, давайте продолжим наш обзор Основными требованиями, которые я предъявлял в цену ноутбука, это был малый вес, высокая производительность Хорошая длительность работы без батареи Я пересмотрел очень-очень много вариантов, модели от Asus, модели от Microsoft, другие модели Но все упиралось, во-первых, в цену, во-вторых, ну, все не совсем меня устраивало И, соответственно, как вышел данный ноутбук от Xiaomi, я тут же побежал в магазин, чтобы его купить И, в принципе, за прошествие всего года я совершенно не жалею Он работает великолепно, его хватает для моих задач Вот так, так как я не являюсь профессиональным монтажером, я просто режу видео для блога То есть у меня не такой крутой монтаж, как у многих других блогеров Ну, в общем, вы сами понимаете, что получается Но все необходимые требования по монтажу, по работе с другими программами он выполняет для меня полностью Также на тот момент мне почему-то очень-очень хотелось процессор именно 8-го поколения А на данном ноутбуке как раз-таки стоит i5 8-го поколения Почему так? Скорее всего, потому что на тот момент я просматривал различные бенчмарки в интернете И там процессор i5 8-го поколения по производительности примерно был равен процессору i7 7-го поколения То есть это очень-очень большая разница При этом потребление энергии у него намного ниже И для меня это было очень важно Так, ноутбук со мной периодически оказывается в довольно-таки интересных местах Где нет питания, где просто не дотянуться до розетки или что-то в таком роде Вот как, например, сейчас я нахожусь в аэропорту Я могу монтажить видео, это круто Тест на маковость пройден И пройден еще раз Как я и сказал, одно из главных достоинцев этого ноутбука Это его вес и размеры При том, что здесь 15-дюймовый экран с Full HD разрешением Чего достаточно для монтажа Конечно, хотелось бы экран Retina, но все равно Но размеры и вес решают Я вот могу сейчас поехать с ним в любую точку планеты Так как я путешествую в основном как бэкпекер То есть у меня с собой рюкзак Зачастую сумку я с собой почти не ношу То ноутбук данный То этот ноутбук Задачи именно по работе и поездках решают вообще полностью Ну да, кстати, я приклеил вот такие наклейки YouTube и Яндекс.Деньги Да, они мне за это ничего не заплатили И все они мне тоже не заплатили Заплатите мне, пожалуйста Работает данный ноутбук от батареи 4 часа при полной нагрузке То есть 4 часа можно полноценно монтажить видео Кроме того, если понизить потребление мощности То можно просто смотреть фильмы Выполнять какую-то офисную работу в течение 6 часов Этого более чем достаточно для большинства поездок Так как иногда в аэропорту может быть не быть розеток Может быть в какой-то кафешке нет розетки До нее просто не дотянуться, она занята Ну 6 часов для работы как бы неспешно Этого достаточно Зарядка осуществляется с помощью вот такого зарядного устройства Здесь имеется Type-C разъем К сожалению, я не нашел пауэрбанка, который способен питать данный ноутбук Но возможно чуть позже я найду подходящий И смогу питать ноутбук от пауэрбанка Что поездка будет просто замечательно Кстати, в данный момент я использую пауэрбанк на 20 000 мАч Для большинства моих поездок его хватает за глаза Еще одна важная причина, по которой данный ноутбук меня полностью встраивает на данный момент Это наличие вот такой вот штуки То есть это самый обычный картридер Но так как я периодически монтажу видео И иногда делаю фотки, то это важно И у меня с собой нет желания водить различные донглы Различные дополнительные кабели, переходники и прочее Потому что у меня и так это всего с собой постоянно полно Телефоны, зарядки, кабели для камеры, зарядки для камеры Зарядка для телефонов, пауэрбанк Ну и много различной мелочевки Кроме того, здесь есть стандартные два Type-C разъема Есть два USB разъема Чего для обычного человека, поверьте, будет более чем достаточно Чего уже здесь не хватает? Наверное, здесь не хватает Retina Display Потому что Retina Display это круто Но с другой стороны, Retina Display будет потреблять намного больше энергии До этого у меня был 13-дюймовый Asus И на нем тоже был Full HD экран И на нем все смотрелось отлично Здесь же 15-дюймовый экран Вы можете увидеть И, к сожалению, на 15 дюймов Full HD разрешение уже смотрится как-то не очень И хотелось бы все-таки разрешение немножко побольше Но, опять-таки, это мои придирки И, как бы, в большинстве случаев Full HD разрешения на данный момент более чем достаточно Кроме того, при желании я всегда могу подключить монитор Так как здесь есть HDMI-порт Так что большая часть проблем решаема Ну, а если говорить о клавиатуре и тачпадах То они довольно-таки удобные Я бы не сказал, что это самая удобная клавиатура И самый удобный тачпад, который я когда-либо в своей жизни пробовал Но они комфортные Но все равно для монтажа видео я бы купил мышку Потому что не все операции можно делать Так, если вы работаете в фотошопе То, скорее всего, вам придется прикупить мышь Ну, из-за наличия всех нужных портов Как бы нету проблемы подключить мышь Правда, приходится возить немножко больше барахла с собой Ну, а теперь давайте перейдем к выводам Потому что это отличный производительный ноутбук Для моих задач его хватает за глаза Для игр, я не знаю Потому что у меня здесь не стоит ни одна игра Кроме косынки и пассианса Да, я такой старый Если вы ищете хороший, недорогой ноутбук С отличным дизайном Который будет выдерживать различные форс-мажорные ситуации То данный ноутбук я могу порекомендовать Я пользуюсь им уже год И он-то убывал со мной в различных ситуациях И пока он служит мне вполне исправно Батарея по-прежнему функционирует как надо Единственное, появились сколы Кстати, вот здесь появился новый скол Недавно я уронил на него стакан в отеле Я знаю, я жутко неловкий Это не было в порыве какого-то опьянения Или, я не знаю, в порыве страсти Просто я оказался достаточно неловок, что уронил стакан На ноутбук И он по-прежнему работает В остальном же я делал кое-какие сравнения с макбуком Но опять-таки вы должны понимать То, что это немножко разные устройства Это относительно бюджетный аппарат Для тех, кому нужна просто рабочая машинка Да, с ним можно посидеть в кофешопе И с ним можно работать Это банально рабочая машина Это та машина, которая будет выполнять все необходимые задачи В вашей работе Особенно, если вы вебмастер Если вы какой-то небольшой ютюбер В общем, как вы могли понять из видео Данный ноутбук мне очень-очень понравился На тот момент его цена была просто замечательная Сейчас уже появились очень неплохие конкуренты от Lenovo От других производителей Но все равно я доволен данной машиной Тем более то, что Xiaomi сейчас выпустила свою какую-то игровую серию Правда, там процессор стоит почему-то седьмого поколения Но, в принципе, это тоже неплохо Если у вас есть вопросы То, пожалуйста, оставляйте в комментариях Также еще напишите, пожалуйста, свое мнение Купили бы вы такой ноутбук для себя И если бы купили, то почему А если бы не купили, то какую бы модель вы предпочли вместо него Потому что все-таки рынок ноутбуков все равно развивается И хоть и многие люди в свое время предрекали Рынку ноутбуков смерть, падение и прочее Так как их должны были заменить планшеты Но сейчас ситуация меняется И рынок ноутбуков потихонечку странным образом начинает расти В общем, всем спасибо за просмотр Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok